Апрель 2016-го. Нейтральные воды Балтийского моря. Пара российских бомбардировщиков Су-24 снова и снова пролетает возле американского эсминца Дональд Кук. Расстояние между военной техникой двух стран в некоторые моменты каких-то 10 метров. Американская сторона заявила, российские пилоты таким образом имитировали настоящую атаку, а также назвали действия военных самыми агрессивными за последнее время. Во-первых, русские шлют месседж в предупреждении Соединенным Штатам, намекают, что у них хватит возможностей, чтобы дать бой США. Во-вторых, четко видно, что они практикуются, отрабатывая возможный будущий конфликт с Соединенными Штатами. Конечно, маловероятно, что в ближайшее время мы увидим войну между США и Россией, но русские всегда готовятся к такой возможности. Похожие инциденты в небе давно перестали быть редкостью. По сообщениям Минобороны Литвы только с 4 по 10 июня этого года истребители НАТО 8 раз перехватывали российские самолеты над Балтийским морем. Очень агрессивное, враждебное поведение. Россия ведет активность у границ многих стран, входящих в НАТО. Российские военные самолеты появлялись у берегов Великобритании, к примеру. Тысячи таких случаев за последние несколько лет. Для русских это акции устрашения, и мы все чаще видим те же действия в отношении союзников США, Украины в том числе. В СУ неоднократно сообщали о провокациях российской авиации вдоль украинских границ, из-за чего силы противовоздушной обороны Украины приводили в боевую готовность. В частности, в 2018-м российские бомбардировщики и истребители с полным боекомплектом пролетали вблизи украинских границ над Черным и Азовским морями, а также вдоль восточной границы страны. Эксперты уверены, в случае с Украиной авиацией России преследуют совсем другие цели, чем на границах НАТО. Все-таки требует признать, что Кремль еще от этих планов не отмолится, возможно, полномасштабного наступа на Украину. Они изучают обстановку, они изучают ситуацию, которая происходит на земле, с воздуха, для того, чтобы уже точно знать цели, по которых они будут наносить удары, ну и, соответственно, иметь подготовленных к этому пилотов. ВСУ подтверждают, действия россиян расценивают как угрозу. Вот как в воздушных силах описывают инцидент, случившийся 15 февраля этого года. Группа стратегических бомбардувальников и ракетоносцев Ту-95 у супроводе пары винищуачів Су-30 РФ здійснили пролит в повітренном просторе АЕР Крим та відпрацювали умовні пуски ракет у напрямку материкової частини Украины. Что же ВСУ могут противопоставить российской авиации? В начале войны в СНБО не скрывали с противовоздушной обороной в Украине большие проблемы. Протягом десятков років в першу чергу знищувалась сама система противоповітряної оборони країни. И саме там были найбільші скорочення, призвели до того, що у нас реальні і серйозні проблеми з забезпеченням прикриття і цього Україно-російського кордону, ну і країни в цілому. ВСУ сделали ставку на восстановлення і модернізацію ще советських комплексів. Тому зараз основа оборонного щита над Україною – це ЗРК «БУК» і С-300. Вони можуть унічтожити цели на максимальному расстоянині в 32 і 75 км. В 2018-м в інформаціонно-консалтинговій компанії «Дефенс-Експрес» їх количество оцінювали в полсотні дивізіонов. Завдання, яке стояло перед представниками Збройних Сил, полягало в тому, щоб за максимально короткий період часу досягти максимально ефективного результату. І якщо закуповувати нові ЗРК, які сучасні, ефективні і суперкруті, це потребуватиме, по-перше, значно більше часу, по-друге, значно більше грошей. Масштабные учения, на которых отрабатывали уничтожение воздушных целей зенитными ракетами средней дальности, прошли в конце 2017-го в Херсонській області. Но на этом українські военні останавливаться не собираються. Эксперт в сфере вооруження Сергей Згуриць сообщил о планах армии вернуть в строй ще шесть раніе снятых з вооруження в советських зенитно-ракетних комплексах. Речка ЗРК малой дальності КУБ, ТОР і комплексы С-125, комплексах средней дальності С-300ПТ, С-300В1, а так же системе большой дальності С-200В, способной поражать цели на расстоянии до 240 км. Так що ж це за оружіе? С-200, к примеру, разработка конца 60-х годів, прошлого века. Систему сняли з вооруження ВСУ в 2013-м, як устаревшую. І хоч це єдинний в Україні комплекс дальнього радиусодействію С-200 – стационарна система, що діляє її легкій добычі для противника. Всі сучасні ЗРК, вони мобільні. Вони виїхали в певний район, розгорнулись, наприклад, відбили якийсь напад, згорнулись протягом п'яти хвилин і переїхали на 10 кілометрів вліворуч. Стаціонарні ЗРК, вони не можуть нікуди зникнути, і перший удар крилатими ракетами або там оперативно-тактичними ракетами завжди приходиться на них, оскільки вони на заздалегідь відомих позиціях, і що би ви не робили, їх буде знищено. І ще одна попутка вдохнути нову жінь в старое железо – ЗРК С-125, ротом комплекс із Советської армиї начала 60-х. Но в Укроборонпроме заявляють, оружие модернизировали, в итоге дальність стрельбы выросла с 18 до 40 км. «Боєві обслуговую». Если военам удастся вернуть на службу советские ЗРК, то по подсчетам компании «Дефенс-экспресс» количество комплексов противовоздушной обороны в ВСУ увеличится на треть. И по мнению экспертов, такое усиление точно не будет лишним. «Ми будем свидетелями все новых и новых российских вторжений. Мы снова будем видеть российские самолеты. Русские будут только увеличивать давление, потому что Владимир Путин – позер. Он из тех, кто верит в эффективность игры мускулами». В то же время брятцанье оружием для РФ не всегда проходит бесследно. В ноябре 2015-го российский бомбардировщик был сбит турецким Ф-16 в районе сирийско-турецкой границы после того, как нарушил воздушное пространство страны. Лев Кустек, Павел Холдов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.